Рассказ вести о печке не буду, очень хорошо, потому что печка это дело долгое, но она будет показать, что хорошо. Я туда пришел, пришел, а у меня какого-то было? Я сделал первый лист. Помню, я ломал голову, когда я сначала выходил, поглядел, сделал первый лист свой, принес, притащил Иван Степанович на голову. А там была картинка такая, значит, прилавок, в двухках сидит там продавщица, и одна стоит такая бабуля со старинного возраста. У нее сбоку мешок, там в мешке хлеб-хлебные волки, хлеб-хлеб. У нас была такая период, когда у нас урожай, не урожай, мы в Канаде купили хлеб, такой серый хлеб, он был очень вкусный. Я сделал, посмотрели там базинка, посмотрел, и говорили, а кто это, откуда такой взялся? А это вот пришел, он. Иван Степанович? Да, нет, он сказал, я ему говорю, вот тот, с одним основанием, он год лет пять, а я только первый, он, да. То есть это в знак одобрения был, потому что сразу ко мне прилетает какой-то порядок. Иван Степанович Романов, он финский воевал, у него с ногами было плохо, мороженое, трезвое. Он говорит, давайте вместе работать. Вот так пошла моя деятельность, когда большая. И он, значит, за листы тебе скажу, надо, у нас Сепанович такой крутоватый был, но все-таки он добился, что нам дали 300 рублей за лист. В те времена, кто-то я сказал, по-русски, я думал, ты первого грамма я получаю по 300 рублей. Да, да. И что, Степанович? Я говорю, ну, ладно. Иван Степанович так тоже помалкивал, он понимал, что все это... А сколько листов, примерно, в городе ты делал? Сейчас скажу, если шли первые месяцы. Да, первые, я делал, примерно, так, еще 12 месяцев, я в месяц делал. Сначала по-одному делал, всегда надо было войти, обдуматься, понять, осмыслить, что это его право, потом найти материал надо. Потому что у нас же так смешно, не смешно, и до свидания, топы домой. Или исходиться, сатира есть, сатира нет. У меня вопрос, у меня вопрос. А читать газеты, интересоваться политикой, ты начал в связи с работой в Боевом Кракоша? Я все время читал. Я выписывал журнал, вот такой был журнал за рубежом. Я выписывал «Известия», и вот это вот так. Ты знаешь, мне хватало вот так. Потому что когда был хрущен, он читать было просто искал. Никита говорит, не знаешь, что где черный? Гордый оттуда спел. Вот так. Смотри, там быстро присел. И там оттуда выписываешь. Значит, так вот все работали. Там где хохочет. И Никита сказал, там берись. Вот так будет. Полгол доклянулся. И доклянулся до того периода, когда вот впервые Россия в советской стране праздновала 20-летие разгрома немцев под Москвой. Энное количество лет мы не празднули вообще. Нас нет праздника Победы вообще. Ну, а мне говорят, вот Павел Ефимовский, давай вот ты сделаешь. До сих пор три. Там еще у него и старый. Там вот Давыдов, Данилов, еще. Я не сделаю. Ты хватит на этот обком. Мы же как. Узбуждали папку. Папочка в подмышку и едет в обком партии. Там идеологическое дело. Там есть человек, который верит. Она складывает все. Раскладывает. Ну, что хорошо, ребята. Мы контролировались партии. Мы делали работы. Вот такие, такие, сякие, пятое-десятое. Вот собиралась за месяц, допустим, да, папку-подмышку. Главный редактор. И с главным редактором, который ведет, работают. В Тополе. Куда? В Смольне. Можно вопрос здесь? Ты во время интервью по телевидению сказал, что обком нас контролируют. Да. Разговорил эту историю, как с папочкой в Тополе. Да. А на самом деле, на каков был этот контроль? Ну, какой контроль? Ну, какой контроль? Ну, какой контроль? Не было что-то незаветчиной. Какой? Вот и все. Я сейчас залегу вперед, чтобы ты понял, какой контроль. Ну, вот. Мы уже знали, что надо. Мы уже сами редакторы. То есть, была внутренняя цензура? Ну, сами себе понимали, что это делать нельзя. Это пойдет, это не пойдет. Да. Сидел он между нами, некий Борисов такой был. У меня он из Красной книжки, у него фотография есть. Он был организатор первой книги, толстый и красный. Угу. А то у тебя тоже есть? Да, 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 да. Вот он, это был коммунитетик. Ну, кто-то говорит, что это НКВД, шли к ТТВД, говорили, что Лапухель. Это был консультант по такому партии? Да, 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 да. Ну, я не думаю, что это так. Ну, пусть будет так, как здесь. Он не был такой, что вот-вот, сейчас ел и больше ничего. Угу. Солаки и вообще в эфире везде, если слушаешь радио, гуманный социализм. Подавайте, да. Не тот социализм, я говорю, в России, где сажают тюрми, Сталина расстреливают и так далее. А вот гуманный социализм, вот это да. Давайте, потом социализм с человеческим лицом. Да, да, это уже расшифровано. И это, и что делать? Я, значит, делал, думал, думал, надо будет что-то сделать. И придумал все-таки, ну, как вот пироги, вот Наталья Петровна, дядя Печет, да, в честь, что сын придет в гости. Значит, на пироги всегда что-нибудь выкладывают какие-нибудь там. Столь с первого мая, восемь. Вот он и так вот таким был уже буквально гуманный социализм. Я помню, что русло в основании, так розовенько, красочкой, так все красиво. И держит в руках этот пирог, этот американец. Нет, Кубес. Да? Это нам запрещено было даже рисовать похожими руководителей этих партий, то есть этих буральных стран. И своих не визжавших. Вот такая была у нас. То есть, чтобы об этом догадывались уже жители? Безусловно. Так я тут стоял американец, все. И вот этот американец. Ах! 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 То есть он съедает. Вот идея такая, что, видали, мы сожрем и все. Когда в связи туда приезжают обратно. Ну да, 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 да. Вот тут у нас небольшая потеря есть. И там один Иванович Жорочек. И не обижайтесь. Ну это бывает. Ну что ты нарисуешь и все. Но они где-то, может быть, и правы. Кто-то знает. В общем-то, в принципе, забодали. А что сказали? Забодали и все. Я помню, что забодали, а что сказали? Почему? Потому что гуманный социализм. Они не хотят слово выносить в усатье. А они не хотели, чтобы гуманный социализм вообще звучало? Да вообще, ну как же? Что же у нас выходит не гуманный социализм в стране? Потому что там строили революцию. То есть перестраховываются уже? Да, конечно. Ну а как же? Вдруг где-то там в Ленинграде выходит такая вот штуковина и гуманный социализм. Как это может быть вообще? Не выявишь, Петрович? Это забодали. У тебя фактически единственный лист за 20... Сколько лет? Да, это не каждый же день. Важно. По 90-й год, соответственно, ты пришел в 62-м. То есть, получается, за 28 лет у тебя единственный лист не был пропущен. Да, это чем было, конечно. Это просто привожу пример того, как они передали свои ученицы. Уже, когда прошло несколько лет, мы уже выпутали... Ну, формировался коллектив довольно профессиональных, хороших постеров. К нам уже, если приходили ребята, вот приходит он, да, вот сидит в саде. Там несколько человек, и все едят. Вот как вот это... Ага, ну ладно. В общем, вот столько народу сидит. Все могут голосить, правда. У нас всем говорилось, пожалуйста, вот вешаешь картинку. Там такая доска, вешается работа, и начинаешь. И члены совета высказывают свои соображения, что надо сделать. Хорошо – принимаем, нехорошо – не принимаем. И так далее. И члены с ним. Так. И каждый мог сказать, пожалуйста. То есть, у вас был совет? Да. И был коллектив. То есть, у вас был совет. И был коллектив. То есть, у вас можно было высказываться всем, кто решает этот совет. Да, да. Ну и все. Больше ничего. Ну, я тебе скажу, что довольно так и... Ну, что ли... Ну, что ли... Это рассказывали доброжелательно, потому что желают, чтобы вот все это прошло. Некоторые приходили с довольно очень слаб работающих. Вот я тут говорил позавчера с одним человеком. Я, правда, давай рисовал. Он не выходит, не выходит, бодает. Он бодает. Займался. Она говорит, отдайте Ефимовскому, пусть он рисует. То есть, он с вами знал, что ты его выходит? Нет. Ну, он тоже видел, что я приношу. Ага. Он уже не понимал это. Вот. И Курдов очень лояльно относился. Мы когда ехали сюда на машине, у него волна была. Туда набивало битков народу. Всех, кто жил вот в этом доме. Ага. И мы катили. Он вот... Он на Лоской выходил? Да, на Лоской выходил этот дом. Туда он. А это где? А у меня тут общество объявили, что у нас будет международная выставка Сотирал Безомир. И у нас так вот... Сотирал Безомир? Да. Первое выставка. Вот. Шестьдесят восьмой даже так. Ну, вот. Где-то так. А что будем делать? Давайте посмотрим. Ну, там ряду длинный. Так вот разложились и ходили. Что же туда давать? Ну, раз международная выставка. Раз это борьба за мир. А тогда же это гремело вовсю. И Иринбург еще жив. И ты шумил не возле, и ты съел. И везде только об этом говорили. Так что эта тема была номер один. Вы разложили. И вот ходили и выбирали. Ну, что работали. А сколько всего выбрали работ от БВУ Карандаша на выставку? Во-первых, так. Выбирали. У нас такая демократическая среда, что понять, что пойдет, что не пойдет, мы никогда не могли толку. Почему? Ну, допустим, листов тридцать. Ну, взяли. Вот это, я считаю, мне годится. По тебе подходит. Поисполнили тоже. Все это подходит. Потом проходит зрение. Выставка открытая. Значит, работы висят. И никто ни хрена не знает. И вдруг потом, значит, раздается звонок. И по которому, значит, и в газете сообщение идет, что открыто выставки. Соферы борьбят за ним в Москве. И выходит из Вейских полуподвал. Такой, довольно большой. Подписанный Борисович. В К-4 сразу. Он сам уважаемый, тоже не кстати, в Советском Союзе. Слушайте, да. А с правой стороны вот такая вот картинка. Моя первая работа, на которую я нарисовал. Шлава и Дорога технологии. Ага. Моя работа называется «Где бы еще поджечь?». Эта работа и целый ряд работ других художников были отмечены первые премии. И нам, вот, президент сделал образ вещи. И все. Это было первое. На первой выставке «Боевый турнир» получил коллективную премию. Да. Ага. Но просто в «Извести» была вообще твоя работа. Да. Ну, видишь, там все время. Вот сколько было четыре. Это только на последней выставке, последний 74-й год. Вот там еще дали, видимо, эти медали такие были бронзовые и золотистые такие. Ага. Гальба, он был очень хохмаз большой. Ну, есть, вот там и забит эту самую. Видят, правда? Сам бальба. Ага. 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 Это равно, что он делает. Ага. Ага. Люди же не понимают. Что заледали? Заледали. Заледали еще. Да, да, да. А уже все время так. Ага. Ага. Да, конечно. Ну, ладно. Еще раз. Ну, каждый месяц таким мы получали премию. А конкретно все получали какие-то, ну вот, если я хвастаюсь, что-то рукоделиями наших хрестеров народных, какие-то там шкатулки, что-то еще. Вот такая такая штука. Ну, символические подарки отдали, да, как знак. А вот когда в 74-м решили это дело прекратить. Ну, вот там сейчас на выставке еще художник Каждан, такой московский, он сделал большой такой выставок, вот эти двадцать. Белые. Вот такие здоровенные. Это, по-другому, это уже тилизм был такой. Ну, все может быть, как бы, а если я оттеку не видел, мы его дали золотую медаль. А все решили, что мы дали серебряную медаль за те работы, которые там были выставлены. Я что-то запомнил. Ну, вот это и все. Это будет уходит. Все вообще здесь не состоялось. В общем, когда, значит, все это сменились власть, стало, как говорится, маленько полегче. Ну, в смысле чего-то... Сменьшил это смерть Брижнего? Ну, после смерти Брижнего все. Мы играли, агроматого куда-то отторнули, ну, потом урожа, афинное, там столько всего достается, что говорить было невозможно. Все это переваривать. Просто глава в области. Просто исходилось все к тому, что очень меняется государственный строй, меняется часть бюджета. Что? Деремократия. Что? Глазность. А вот скажи, пожалуйста. Расскажи, Горбачёв, в начале классности, как изменилась работа Боевого Грундаша? Да не так. Ты если подошел к демболу, так мы ее сделаем. Тебе говорили. Это понятно. Значит, видимо, тоже самого качества. Все то же самое. Как ощущение, там, большей свободы изображения, то, что ты говорила... Ну, было, да. То, что не пропускали раньше, стало ли более свободно вот этот контроль от пола? А что ты подзываешься более свободно таким? У нас был такой художник Матвей Мазуха, который, кстати, из Симферополя, была его дочкой. Он любил очень Пикассо. И он очень шпарил, такие формальные такие вещи, которые даже они по-своему были интересные, потому что это все таки не Пикассо, а какие-то приемы, подходы к форме и тротовке ситуации классической. Это было уже его. Но все-таки с предмесением тех формальных вещей, которые были мы. То есть это только влево еще. Вот такие вот еще. Даже в точках едут. Ну и что? Вот у Мазуха. Вот перестройка и Мазуха пришла. И все. Это заканчивается все. Заканчивается и вот... Стали ли Вы больше востребованы? Стали ли Вы больше печатать плакатов? Нет. У нас даже хуже стало. Почему? Я тебе скажу. Мы действительно, как потом скажем директор. Когда директор пришел с нами обращаться, он сказал вот так. Я больше содержать по вселенному будет. Вы поглощаете из моего бюджета издательства сто с лишним тысяч. Это много. Это на какой год? Это... И... 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 89-й? Ага. Где-то в марте месяц. Да. Ну что-то вот такое. То есть Советскому Совету оставался еще полтора года? Меня этого не было. Я отдал это в Сибирь и вот это вот. В Чайковске. В Чайковске отдал. Стал. И да. И постановление отдал. Медаль отдал. И серебряную медаль. Все. Забирай. А то моего отпуска... Я говорю, начну таскать эту медаль. Я говорю, ничего не останется. Вот так отдал туда и все. Ну хорошо. Надо будет доехать туда. Да. Я ей больше того. Я ей подарил столько рисунков, сколько никто не дарил. Угу. Я ведь когда выкоробкался из садьбы. Вот мне как-то в Санкт-Петербурге как художник. Трудно было. Да. Я тогда, значит, решили так. Раз такое дело. Надо рисовать эту пищу. Каждый день. Каждый день что-нибудь делал. Мы жили в Сосновой Поляне. Я работал над издателем. И считали лично туда-сюда. Двадцать семь минут или тропой сидел. Потом дальше делал. Второе. Я сначала читал как все граждане. Иначе я читаю. Двадцать пять туда. Двадцать пять обратно. Пятьдесят почти минут. Это же можно сделать. Я достал. У меня такой вот альбомчик вот. Угу. Вот такой маленький вот. Видишь? Угу. А можно перевернуть с камерой, чтобы было видно? Вот. Видишь? Нет. Камерой перевернуть, чтобы было видно. Вот. 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 Вот тут всякие люди. Вот я тренировал свою руку, чтобы рука ходила свободно по рису. Чтобы я не скинул препятствий. Чтобы я мог спокойно и легко сделать этот рисунок. Угу. Я завел себе альбом. Там мне сказали, сейчас я не знаю почему нет. Раньше были переплетные мастерские. Угу. Переплетные мастерские были, вот, большие. Такие вот альбомы я сделал. У меня даже десять штук сохранились. И я так делал и рисовал. Вот я зарисовал альбом, а то и полтора. В листах там было до двухсот листов. Среди какая-то. Помимо маленьких. Угу. Помимо маленьких детских папок. Угу. А вот эти альбомы как раз видны и были на фотографиях выставки из Чайковского. Рисов Speaker. 21 штук? А актрисы флам differently. Покiram deeper. Я тут рисовал неуклонно и все время Я хотел сказать заключение Я же не знаю, что такое заключение Заключение такое, конечно Видишь, когда я уходил, я уже хотел лучше Когда мне отпразднули 60 лет Нет, все, ребята Это было в 90-х годов? Да, все, хватит, ребята Мне хватит, я устаю Действительно, уставать стал Появились эти молодые люди Один из Испании, два из Москвы И звонили, ну, ты знаешь, 6-6 тысяч лет Что о продажах работ И вот, значит, один последний, который у меня был Или предпоследний, ну, тоже не в этом дело В общем, один из них Значит, он мне покупал работу И потом ехал в такие вещи для нового леса Катался по городу, значит И потом приехал еще раз Хотел что-то купить И потом, понимаете, мы сидели На кресле сижу, а он тоже устал Садись, присядьте Ну, что-то Знаете, я вот Ваши работы Они есть Я вот свою работу, которую вы мне показывали Знаете, ваши работы выделяются По сравнению с их работами Я говорю, в какую историю Ну, какую? Конечно, хорошую Я же понимаю только в этом Они сами ничего не видят Они видят, как это сделано Понимаешь, вот это Как это сделано Это очень важно Если на труп пошло, это самое главное Понимаешь, если это не идет Так ничего не будет Не зря, когда я на Москву поставил На Степановичку Да, битву И уже было отмечать Тофимовский делай И я всегда делал Понимаешь, вот так И это было приятно Спасибо